Состояние дорожной отрасли республики накануне под конец рабочего дня проинспектировал министр транспорта России. Максим Соколов приехал в Чебоксары с форума общественного народного фронта, который проходил в Яшкарале. До вылета в Москву руководитель федерального ведомства успел познакомиться с реализацией масштабных проектов и провести совещание. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Кортеж руководителя федерального ведомства встречали на транспортной развязке между Чебоксарами и городом Спутником. Здесь трасса Вятка пересекается с 20-ти километровым участком региональной дороги. Сейчас он стоит на балансе республики, но в ближайшее время участок перейдет в федеральную собственность со всеми вытекающими последствиями. Принципиальное понимание в Росавтодоре есть, тема поддерживается. Главное, что понимание обеих сторон есть, а раз есть понимание, то, как говорили классики, договор – это продукт непротивления обеих сторон. За ходом строительства развязки на улице Фучика и реконструкции Московского моста Максим Соколов наблюдал уже со смотровой площадки Дома правительства. Подрядчики гарантируют, что эти проекты будут реализованы в срок. К примеру, жители микрорайона Садовы уже в июне смогут двигаться по дороге в объезд улицы Богдана Хмельницкого. До конца года сдадут и первую очередь Московского моста. 180 миллионов уже освоили в прошлом году. Из них 98 было федеральных средств. Но вот на этот год план финансирования – 600 миллионов рублей. По дрячку есть вопрос? Нет, идет по графику. Перспективный проект строительства магистрали в обход Чебоксары, поселка Лапсары. Федеральная трасса М7 нагрузок не выдерживает, по ней проезжает более 50 тысяч автомобилей в сутки. Часто на этом участке образуются пробки, разгрузить его поможет только объездная дорога. Мы на первом этапе, конечно, развяжем, но до конца еще нужны будут деньги, потом, конечно, будем аргументы представлять. И практически тогда вообще разгрузим. Еще одна важная тема – ремонт мостов в Порецком и Ядренском районах. Специалисты отмечают, что они полностью выработали свой ресурс. Речь об этом зашла уже на встрече с главами районных администраций и руководителями дорожных организаций. В рамках собираемых средств за счет функционирования системы Платон, которая, как вы знаете, достаточно шумно вводилась в эксплуатацию в прошлом году, но все средства, собираемые за счет эксплуатации федеральных дорог, будут за счет замещения дорожного фонда направляться именно на региональный проект. Еще один вопрос тоже можете подготовить для обсуждения с Федеральным дорожным агентством о включении этого моста в программу реконструкции и восстановления мостов, находящихся в аварийном состоянии. Максим Соколов отметил, что программу по строительству дорог Республика выполняет успешно. В этом году в Чувашии планируют проложить порядка 50 километров новых трасс. Средства на эти работы поступят и из федерального бюджета. На развитие дорожной сети Республики будет выделено более 1 миллиарда рублей. В целом ситуация с дорогами здесь объективно нормальная. Мы видим, что ситуация по федеральным дорогам неуклонно улучшается. Сегодня уже более, ну или порядка 2-3 федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. Хорошо то, что практически все населенные пункты Республики связаны между собой с федеральной сетью. И региональной сетью дорог, дорогами с твердым покрытием. Хотя и они тоже требуют уже ремонта. Но в любом случае есть еще одна программа. По ней тоже в этом году Республике предусмотрены средства. Это программа развития села, государственная программа. И деньги на развитие сельских дорог. Тоже, по-моему, порядка 80 миллионов рублей где-то предусмотрено по Республике. Касаясь дорожного фонда, по прошлому году у нас 3 миллиарда 700 миллионов было. Мы ни один миллион рублей на другие цели не отвлекали. Соответственно, направляли в муниципальное образование для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, безопасность людей. Вопросы обеспечения безопасности на дорогах сегодня выходят на первый план, отметил федеральный министр. Аварийные участки трасс необходимо провести в порядок. Надо отметить, что по итогам прошлого года Республике удалось добиться снижения количества ДТП на более чем на 16%. И самое главное, что числа погибших тоже порядка 15%. В ближайшие годы улучшится в разы транспортная доступность между Чебоксарами и Москвой. Завершается проектирование высокоскоростной магистрали. Доказания. Буквально на этой неделе будет очередная поездка рабочей группы в нашу Пекин. Очередное заседание мы проводим в России, другое, соответственно, в Китае. Двигаемся постепенно вперед. Проект тоже грандиозный, он действительно меняет качество жизни. И здесь, в Чебаше, да и вообще не только во всем Поволжье, а в европейской части страны. А летом аэропорт Чебоксары откроет рейсы в Сочи и Крым. Начали пользоваться спросом и полеты до Москвы. Мы сейчас на 100 тысяч пассажиров через перевозчики выходим. А так вообще год назад было на уровне 36 тысяч. Насколько доступные цены от авиаперевозчиков соответствуют качеству, Максим Соколов решил проверить на себя. В Москву он улетел на регулярном рейсе. Медриковалев, Олег Егимов, Эндрис Передонов. Республика.